Нормально наблюдать, как кошки переносят своих детенышей через дом, так как у них есть сильный инстинкт, чтобы держать их в безопасности. Здесь мы расскажем вам все об этом поведении. Часто можно увидеть, как кошки вынашивают своих детенышей в дни после родов и даже берут их к репетиторам. Это поведение, которое интригует людей, потому что оно, кажется, не имеет очевидного мотива. Если вы живете с кошкой, которая только что родила, накопление знаний в этом плане поможет ей лучше справляться с самыми деликатными моментами при уходе за детенышами. Не пропустите! Почему кошки вынашивают своих котят? Кошки, хотя и одомашнены в течение тысяч лет, все еще сохраняют определенное инстинктивное поведение, типичное для их диких предков. Наиболее характерным примером этого утверждения является охотничий инстинкт, который кошка превращает в игры и засады по всему дому. Когда дело доходит до материнского поведения, кошка также действует в соответствии со своими естественными импульсами. На свободе женщина, которая вот-вот родит, будет искать убежище там, где она может спрятаться, и никто не сможет уничтожить ее в это уязвимое время. После родов, и уже с котятами мира, их следующим отношением будет наблюдение, ведь щенки рождаются полностью зависимыми. Поэтому мать все время настороже защищает своих детенышей от возможных нападений хищников. Благодаря этому инстинкту птенцы переносят своих птенцов из одного укрытия в другое, когда они перемещаются, чтобы найти пищу. Оставляя помет в покое, чтобы отправиться на охоту, они будут постоянно перемещать птенцов, чтобы обмануть хищников и не уйти от них слишком далеко.